Многие меня знают по моему творческому псевдониму, как Андрея Алмазова, алматинский путешественник, горный гид. Посетил 51 страну из списка ООН и еще какие-то дополнительные территории, непризнанные государства, такие как Приднестровье, Абхазия. В общем, опыт у меня в путешествии довольно большой, и магазин аутдор-центра Алматы попросил меня сегодня прочитать какую-то короткую лекцию на тему, как путешествовать легко. Поскольку у меня есть определенный опыт, я с удовольствием с вами поделюсь. И хотел бы поблагодарить магазин за предоставленную возможность, за предоставленную площадку. Они регулярно здесь что-то проводят. И такая минутка рекламы. Если вы вдруг захотите здесь что-то купить, а здесь есть с чего выбрать, вы можете получить 10-процентную скидку, просто назвав мою фамилию на кассе. Любую, либо Алмазовый флагунт, либо там они разберутся. Минутка рекламы. Что я хотел вам рассказать. Лекция, с одной стороны, структурированная, с другой стороны, довольно пластичная. Не стесняйтесь задавать вопросы по ходу моего повествования. Ну, и я готов ответить на любые вопросы, которые у вас только могут возникнуть. У меня есть небольшой конспектик, потому что, как альпинист, я иногда бываю на больших высотах. А большие высоты, они... Чем опасны? Там мало кислорода. И когда мало кислорода, ваш мозг начинает усиленно страдать. Клетки отмирают. И из-за этого ухудшается память. Поэтому я иногда подглядываю. Это не значит, что я буду все читать. Ну, окей. Пора начинать. Большинство из вас согласится со мной, что путешествовать это круто. Может быть, есть кто будет против этого мнения? Ну, нет. Сильно сомневаюсь. Я не исключаю, что кому-то гораздо интереснее проводить время перед телевизором или залипая там ВКонтакте или кто-то где-то сейчас любит залипать. Но я не встречал за свою жизнь ни одного человека, кто бы сказал мне, что путешествие это неинтересно, что путешествие это полный раз. Поэтому примем как аксиому, что путешествовать это круто. И подражения не принимают. Да, на случай. Вот это парик. У меня тоже на заставке такое есть. Я до сих пор не знаю, где это. Я бы хотел поговорить для начала о мотивации. Потому что, ну, раз мы все согласны с тем, что путешествовать круто, да, то надо себя как-то замотивировать к таким приключениям. Больше в той или иной степени, да. И как заставить себя путешествовать. Как оторвать свою пятую точку от дивана, от любимого кресла. Выйти наружу, увидеть этот прекрасный мир. Съездить, я не знаю, в Ямалай, да, или еще куда-нибудь. Как найти возможность путешествовать. Как найти, в том числе, финансовые возможности путешествовать. Как не пролюбить эту вспышку, да. Когда вот есть возможность, а вот мы что-то там себе надумываем и не отправляемся, может быть, самое важное путешествие в нашей жизни. Давайте попробуем порассуждать. Возьмем, для примера, мою маму. Ей 75 лет в этом году исполнилось. Здоровье, сообразно возраст. Ну, суставы болят, там, гипертония какая-то. Мужа нет, пенсия небольшая. Для внуков нет пока сына кормить в лучшем случае надо один раз в неделю борщом, и то, когда он в городе присутствует. Она всю жизнь проработала в авиации, и по роду деятельности она очень много путешествовала по Советскому Союзу. Была во многих городах, регионах. Пару раз была в странах соцлагеря. Так, вот, что не хочет открывать? Ну, потом, с возрастом, она как-то угнездилась после выхода на пенсию, и бывала максимум за те годы, когда она уже перестала летать у своих родственников в Алтайском крае. Можно это запустить как слайд-шоу, и пусть она крутится по кругу. Я думаю, так будет удобнее всего. И в какой-то момент моя мама вновь решила путешествовать. И за последние несколько лет она уже побывала в Германии, на острове Хайнань в Китае, во Вьетнаме, в Таиланде. Этой зимой была в Египте. Сейчас опять куда-то с подругой собирается. Вот к чему я это говорю? К тому, что даже самый простой пенсионер без претензий на лухари лайф может себе позволить путешествовать. А что говорить о нас, молодых, здоровых, перспективных? Я смотрю, руки, ноги, голова присутствуют, воображение наверняка работает, информацией пользоваться умеем. Google пользоваться умеем. Поэтому все шансы для того, чтобы начать путешествовать или продолжить, если вы уже начали, у нас есть. Но на самом деле та ситуация, в которой мы все здесь оказались, в нашем современном мире, она довольно уникальна. И в этом стоит покопаться немножко. Потому что мы живем в мирное время. Конституция нашей страны заявляет свободу перемещений, свободу собраний и также свободу информации. Экономика, с одной стороны, катится к черту, но зато она довольно стабильна. То есть, мы можем как-то себе на будущее что-то планировать, да? МИД работает тоже с нареканиями, но тем не менее, все больше стран появляются, в которые мы, как казахстанцы, можем поехать без визы. И даже те страны, в которые нужна виза, не так уж и сложно при правильном подходе получить эти визы. Ну, за исключением, может быть, Китая сейчас, да? Есть определенные сложности с китайской визой. За гранд-паспорт можно получить в считанные дни, если ускорить процесс, там чуть-чуть больше заплатить. КЗОД предусматривает наличие отпуска. На нашем рынке авиаперевозчиков все время происходят какие-то изменения. С одной стороны, там, Победа, Финейр, КЛМ, ушли с рынка, но снова пришел на рынок Аэр-Балтик. Визейр прекрасно позволяет нам путешествовать в Европу из-за страны, да? Через Будапешт за резонные деньги. Мы в здравом уме, трезвой памяти, есть здоровье и, самое главное, желание путешествовать. Но все это очень может быстро измениться. Зачастую мгновенно. Старость болезни смерти в нашем мире никто не отменял. Природные катастрофы, войны, землетрясения, азербайджанский банк развития, который съезд на наши все пенсионные накопления, обвал курса криптовалют. Да что угодно может произойти. Я не знаю, дети появились. Вдруг. Вдруг, да? Незапланированные дети, незапланированная жена, теща приехала наконец-то. И вот наша прекрасная возможность путешествовать может в один момент закончиться. И нередки ситуации, когда эта возможность заканчивается навсегда. А вот сейчас она у нас есть. Гипотетическая, потенциальная, но она есть. Но не будем о грустном. Лучше давайте о потенциальной поговорим. О том, что та ситуация, в которой каждый из нас сейчас находится, она не случайна. То есть, у каждой ситуации есть своя причина. И у нашей потенциальной возможности путешествовать тоже есть причина. Например, мы в течение года копили деньги, договаривались с начальством, изучали, собирали информацию и пошли, купили путевку. Ели в свой заслуженный отпуск и наслаждаемся путешествием. Значит, это мы сами приложили к этому усилию. И в конечном итоге получаем продукт, ту путевку, свой отпуск. Или, допустим, мы пошли купить пылесос в гипермаркете электроники, а тут бац и выиграли в лотерею какую-то путевку. С одной стороны, связь с пылесосом у нас очевидная, а вот с путевкой как-то не очень очевидная. И удача вещь эфемерная, и только на удачу надеяться, конечно, можно, но под лежачий камень вода не течет, как известно. И та ситуация, в которой мы сейчас находимся, мы приложили к этому какие-то усилия, мы получили образование, закончили университет, нашли работу, идем по карьерной лестнице. Мы знаем, что мы хотим, мы знаем, куда хотим отправиться. Мы собираем для этого информацию, в конечном итоге едем. И в наших же силах создавать такие же условия и в будущем, чтобы в будущем у нас тоже появлялись условия для того, чтобы путешествовать. Если мы будем только надеяться на удачу, я повторюсь, то, скорее всего, удача обойдет нас стороной. Под лежачий камень вода не течет. Ну и о смысле, зачем вообще все это нужно, да? Зачем нужно путешествовать? Кому польза от этого нашего конкретного путешествия, да? Я пару раз встречал людей, которым путешествия вообще не приносят удовлетворения. Я встречал человека, который совершил несколько кругосветных путешествий, и он не счастлив от этого. Я потратил столько времени, а выхлоп от ноги, да? Скажи, почему? Я говорю, ты взрослый человек, ты посмотри в зеркало, подумай, хорошо, я же откуда-то знаю, почему. Ты сам для себя, наверное, сможешь ответить на этот вопрос. Главное, чтобы от нашего путешествия, от вашего путешествия была какая-то польза. Какой-то ощутимый выхлоп, который можно, с одной стороны, потрогать, и который может дать некое вдохновение тем, кто узнает о нашем путешествии, и дать вдохновение нам самим отправиться в следующее путешествие. Ну, допустим, вот вам какая польза от того, что я там залез на какую-нибудь очередную гору и там морозил себе почки и так далее, да, рисковал жизнь. Вам, допустим, большинству из вас не надо ходить на крутые восхождения и рисковать жизнь. Но польза в этом может быть какая-нибудь. Просто знайте, что есть такая возможность, что есть потенциал, что если вдруг вы захотите, то вы знаете, что есть люди, которые делают что-то подобное. Вы всегда можно спросить совета, получить нужную информацию и сделать что-то такое, о чем вы никогда, может быть, до этого не задумывались, не услышав о том, что человек может совершать подобные вещи. Или, допустим, какая польза от того, что ваш коллега или сосед уже в десятый раз ездит в один и тот же отель на берегу Средиземного моря в Турцию. И бухать там неделю, да, допустим. Ну, вот какая вам конкретно от этого польза? Ну, тоже решать вам. Но человек ездит туда не просто так. Он ездит, отдыхает, возвращается отдохнувшим, становится более работоспособным. В следующий раз он может взять в это путешествие каких-то друзей, коллег, вдохновить их, сказать поехали, там очень круто, там очень здорово, там то, чего ты никогда в этой жизни не делал до этого. Действительно поделиться вдохновением. И человек, когда возвращается, он становится чуть-чуть более счастливым. И что такое счастье, да, это быть здесь сейчас, если дословно, да, а на практическом уровне быть более функциональным, более радостным, более ответственным, более любящим, более бесстрашным, более мудрым, наконец, и действительно полезным, да. И самое глупое в этом не делиться своим счастьем ни с кем, да. Поэтому мы снимаем фотографии, мы пишем отчеты, мы приезжаем домой, рассказываем всем о том, как мы здорово провели это время. Мы рассказываем о том, что не все поклассы людоеды, что в Иране не каждый хочет тебя похитить и потом требовать выпук за тебя, да. Что не вся Индия похожа на помойку. Слова не трасовая, только что из Индии вернулся. И что в Сибири люди тоже умеют улыбаться, например, да. Многие об этом даже не задумываются. Поэтому, друзья мои, надо быстро оценить ситуацию, в которой вы находитесь, подумать о четырех вещах, которые я озвучил, о уникальности ситуации, о том, что эта ситуация может очень быстро закончиться, условия могут раствориться, о том, что у этого есть причина, и, скорее всего, причина у этой уникальной ситуации, и о том, какую пользу вы можете принести своим путешествиям, своим друзьям, близким, коллегам. Это четыре момента, которые позволяют вам работать с мотивацией, которые позволяют вам, хорошо подумав, взвесив все моменты озвученные, оторвать пятую точку от стула и отправиться в прекрасный новый мир. И это надо делать уже сейчас, потому что, как показывает практика, времени у нас у каждого не так уж много отмерено на то, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Это такая большая вступительная часть моего повествования. И дальше, дальше хотел бы вам еще сказать, что размышляя над этими четырьмя пунктами, вы можете их применять в своей любой жизненной ситуации, я не знаю, на работе, в партнерских отношениях. Вам надо взвесить что-то, у вас есть сомнения перед чем, в какой-то ситуации делать или не делать. И вы подумайте, насколько это уникально, насколько это непостоянно, что у всего есть причина и какая будет польза. Вы можете эти четыре мысли, так сказать, использовать в любой жизненной ситуации. А вторая часть повествования, она довольно сумбурная у меня будет, потому что тема, как путешествовать легко, она довольно размыта, на мой взгляд. Потому что кому-то легко путешествовать, купив, я не знаю, достав кредитную карту и купив себе билет в бизнес-класс. Легко же путешествовать, я не знаю. Кому-то легко путешествовать, выйдя из дома и сходить в горы. Трекинг через несколько перевалов, три дня у вас нет, нет связи, хотя сейчас все больше связей в горах появляют. Но тем не менее, это же тоже кому-то легко, а кому-то неподъемный труд. Кому-то легко получать визу, потому что он до этого уже много раз это делал, кому-то нелегко. Кто-то боится летать, кто-то копит деньги, я не знаю, вариантов много. Я попробую рассказать о теме аутдор путешествий, потому что я в основном этим занимаюсь. Я никогда не занимался неким матрасным отдыхом. Я не считаю его плохим, это прекрасно, но каждому свое. Кто-то любит действительно летать бизнес-классом, отдыхать в пятизвездочных отелях, а кому-то достаточно звездного неба над головой и палатки. Кто-то любит автоступ, кто-то любит самолет, неважно. Но опять же, аутдор. Многие все равно думают о том, что путешествие это что-то далеко, надо обязательно долго собираться и куда-то поехать. Конечно, это не так, потому что путешествие начинается в момент, когда мы оторвали пятую точку и вышли на улицу. Допустим, в Москве у меня была группа друзей, которые называли себя анархокраевед. Что это значит? Это просто как пример, не обязательно повторять. То есть люди знали, что они хотят пройти из пункта А в пункт Б по Москве, но они не знали, каким маршрутом. У них была точка входа, точка выхода. Они не знали, что по этой прямой условной они могут встретить на своем пути, но они шли, тратили на это какое-то время, целый день зачастую, и при этом узнавали новые районы для себя родной Москвы. Это было целое путешествие, целое настоящее краеведение. Они посещали разные места, это можно было в садик зайти заброшенный, я не знаю, через цеха завода пройти, прокатиться где-то на метро. Ну, вот в таком смысле путешествие. Кто скажет, что это не путешествие, не надо было никуда ехать. Но это как пример. Но если мы говорим о общепринятом таком путешествии, когда надо купить билет, куда-то поехать, собрать чемодан, собрать информацию, то в Лаунддоре это не сильно отличается от того, что мы будем делать при подготовке путешествия на море. Нам, во-первых, нужно собрать информацию. Собрать информацию о горном районе или о джунглях, например, или о саваннах, куда мы хотим поехать. То есть информации сейчас много. Есть ресурсы, позволяющие очень легко эту информацию найти. Есть ресурсы, позволяющие обсудить эту информацию. Для меня сейчас два самых лучших ресурса. Это форум Винского, он уже много лет существует. Там много информации, но сложно в ней копаться. Но в любом случае вы можете обновить свой вопрос, и кто-то из форума вам ответит на ваш вопрос. Как в чем это называется? Форум Винского. Винского. Ну, то есть Google выдает на первой строчке. На первой строчке. По любому направлению, по всему земному шару, как путешествовать самостоятельно, как, я не знаю, пользоваться отельами. Да любая информация там доступна. И сайт Турбина.ру. Это самое крупное сообщество, русскоговорящее сообщество путешественников. Там более тысячи авторов представлено. Из них активно пишущих, наверное, авторов 200, как мне кажется. Но мне нравится сайт тем, что вы можете по карте найти конкретное место. и вся информация, которая была доступна об этом месте за все время существующих публикаций на сайте, она будет у вас доступна. Вы можете найти достопримечательности, вы можете найти рестораны, вы можете найти полезные советы и так далее. И поскольку это все привязано к карте, наглядно вы видите, допустим, если вы приехали в провинцию Сычуань, в Китайску, да, вот отсюда фотографии, вам надо попасть в Чэнду, в столицу провинции. Вы можете легко посмотреть, какие есть городки, природные достопримечательности вокруг Чэнду. Это очень легко сделать, очень наглядно. Сайт Турбина.ру рекомендует. Вот вы собрали всю информацию о том или ином районе. Если говорить о горных районах, то, наверное, стоит побывать на сайтах Риск.ру, там покопаться, это всегда челлендж, найти адекватную информацию по горным районам, потому что она может быть устаревшая, горы у нас меняются, ледники отступают, произойдет какая-нибудь очередная революция в экваториальной Африке, и вы не знаете, как туда попасть. Но в любом случае информацию стоит поискать, и вы ее всегда найдете. И когда вы приезжаете в горный район, всегда на месте можно у местных рейнджеров в цивилизованных странах получить ту или иную информацию. Окей, у вас есть информация, у вас есть предварительные планы, теперь вам надо понять, как вы туда попадете, в то или иное место, на планете Земля. Монета на самом деле небольшая, перелетать легко, на поездах двигаться легко, и тут уже выбор за вами, и логистика может быть очевидной, а может быть не особо очевидной, потому что, допустим, если вы хотите поехать в Шамани, и вы знаете, что это Альбы, и что это Франция, то вам не нужно для этого лететь в столицу Франции, Париж, и оттуда ехать в Шамани. Надо заранее подготовиться, надо узнать о том, что лучше для этого лететь в Женеву, потому что Женева в Швейцарии гораздо ближе к Шамани, чем любой другой аэропорт во Франции. Но все эти вещи надо знать, их предварительно ковырять, и уже исходя из этого покупать билеты. По каким-то направлениям, особенно из Казахстана, практически невозможно найти дешевые перелеты. Даже если вы купите Визейром перелет в Европу за резонные деньги, и вам все равно за багаж надо будет доплачивать, ну и вы с одной стороны выиграете, может быть, там лишнюю сотню долларов, в лучшем случае. В целом это по году не дело. Я пользуюсь сайтом Skyscanner.ru или Skyscanner.com, там зависит от того, каким языком я хочу пользоваться, на котором вы можете найти все нужные для вас перелеты, со стыковками удобными для вас, вы можете составить сложный маршрут, вы можете составить маршрут без пересада, как угодно. Зависит от вас, от ваших предпочтений. Вы понимаете, как вы летите, либо едете на поезде, на поезде, наверное, это больше касается региональных переездов, но опять же, я вот недавно для себя узнал, у меня много родственников в Алтайском крае, ну и сейчас такая ситуация, что нет большой разницы ехать на поезде туда или лететь самолет с Севен или с пересадкой в Астане, там аэро Астаной, до Новосибирска, да, цена получится примерно такая же, да, что поезд, что самолет. Но тут друг мне рассказал, что можно доехать до станции Локоть, купить билет по казахстанскому тарифу, очень дешевому, там за 4 тысячи в купе до станции Локоть, которая находится уже на территории России, выйти в Россию и, допустим, до Барнаула доехать на такси за 1000 рублей. Вот такие вещи надо знать, и это можно как-то там... И это тоже, скажем так, определенное везение, когда ты натыкаешься на подобного рода информацию. Но когда вы готовите свое путешествие, вы не поленитесь, покопайтесь. Если вам надо сэкономить, наверняка какие-то лазейки найдутся, да, по тому или иному направлению. Теперь о визах. Визы я повторюсь, я вначале рассказывал, получить довольно легко, надо просто соблюдать те правила существующие, и, наверное, знать особенности получения визы в ту или иную страну. Если вы хотите получать визу сами, собирать все документы, да это ваш выбор, это тоже несложно. Также вы можете обратиться в визовый центр за услугами, переплатив немного денег, но зато вы получаете адекватную информацию о том, какие документы нужны. Но если мы говорим, допустим, о шенгенской визе, то тоже есть определенные особенности. в какие-то страны шенгенской зоны легко получить визу, ну, не сильно придираются к вашим документам, а в какие-то нелегко. Допустим, получить польскую, либо словаркскую визу очень сложно по той причине, что они требуют выкуп отеля на весь период пребывания в стране. Потому что, допустим, во Францию ты можешь забронировать на букинге себе на сайте booking.com отелей и потом просто отменить это бронирование без штрафа. Потому что, когда вы едете, допустим, на месяц в Европу, в идеале, потому что больше отпусков у нас нет, да, по срокам, да, ну, сложно же спрогнозировать, что неделю здесь сидите, неделю здесь сидите, а вдруг вам через три дня в этом городе надоест так, или там погоды нет, или еще что-нибудь, вы хотите переехать. Я понимаю, что консульства это бюрократические организации, им надо предоставить для отчетности определенные бумаги, но какие-то страны, допустим, Франция, они жестко придираются к вашим бронированиям отеля, а та же Польша, она требует, чтобы вы выкупили все время пребывания отелей на все время пребывания в стране. Ну, в общем, это зависит от вас, но если вы можете эту информацию сами нарыть на сайте, это одно, если вам не хватает опыта, вы можете обратиться в визовый центр, которых сейчас очень много, и вам там всегда подскажут, какие необходимые документы нужны. Во-первых, вам нужен загранпаспорт, вам нужно подтверждение ваших доходов, справку из банка, вам нужна справка с работы, вам нужна справка о семейном положении, о наличии имущества, это необязательная справка, но она позволяет быть более убедительной в посольстве, вам нужна бронь отеля или письмо приглашения от принимающей стороны, и вам нужна бронь билет. В общем-то, это самый минимальный пакет документов, который вам может понадобиться, и все, вы это подаете, платите деньги, получаете визу и едите. Какие еще моменты? Ну и, наверное, по снаряжению. Берите то, что вы сможете унести, потому что с тяжелыми чемоданами или рюкзаками путешествовать довольно некомфортно. По личному опыту я знаю. В любом случае, сейчас цены примерно везде одинаковые, если только вы не хотите предепорте себе покупать в каком-нибудь Милане. Все, что вам не хватает, вы можете в любом моле себе купить, если вдруг вы что-то забыли. Поэтому берите то, к чему вы привыкли, те вещи, в которых вы чувствуете себя удобно, и, исходя из того, что вы планируете делать в своем отпуске и какое-то время года, подбирайте соответствующие вещи. Если вы идете в горы, то вам нужна теплая одежда, даже в летний период, потому что в горах погода меняется зачастую очень стремительно, и поэтому всегда в рюкзаке должны быть минимум рукавицы, термобелье, еще одна поларовая куртка, которую надо на себя одеть. Нужен головной убор, солнцезащитный крем, солнцезащитные очки, перчатки, аптечка. Если вы идете с ночевкой куда-то и не собираетесь останавливаться в хижинах или в кемпингах, где есть оборудование для приготовления пищи, вам надо иметь с собой газ, газовую корелку, посуду какую-то, еду, вы можете любимую еду везти из города, допустим, в Китае есть проблема, с нормальной колбасой, вы ходите в горы, вы любите есть нормальные сосиски, а в Китае сосиски сладкие, и зачастую их кушать невозможно, или вы любите, я не знаю, хлопья с молоком, в Индии нормального молока сложно купить, или хлопья с югуртом, ну, то есть, какие-то такие особенности, какие-то продукты можно с собой привезти, которые вы знаете, что нельзя купить там. Ну, самое главное, быть готовым к приключениям, потому что в путешествиях, даже имея запланированный трип, имея ваучер на руках с описанными программами, всегда могут быть какие-то нагладки, но никто от них не застрахован, поэтому будьте готовы к таким приключениям, что все, что с вами не произойдет, это будет вашим новым опытом. может быть, он будет не совсем приятным, но в любом случае, когда вы в следующий раз окажетесь в подобной ситуации, да, вы сможете ее гораздо более легко пережить, и более того, вы можете рассказать своим друзьям, как поделиться этим опытом. Скажем так, будьте готовы к приключениям, относитесь к этому легко и радостно, и все у вас получится. Наверное, все, что я вам хотел комплексно рассказать, поэтому сейчас я буду очень рад вашим вопросам и готов к ним. У вас был опыт по Казахстану путешествий, можете что-то посоветовать? Или только по Китайскому? Ну, у меня был опыт автопутешествий по Казахстану довольно большой, я ездил... Какие-то регионы посоветовать, или озера, вот я так хочу на озеро, какие-то красивые. У нас в Алма-Атинской области есть много всего, да, у нас настолько богатый регион, что можно кататься столько, что и... Уникальный регион лучше. Что не укатаешься полностью. Если говорить об озерах, то у нас можно поехать на Балхаш, если о больших водоемах, или поехать на Алаколь, да, то есть есть разница, с какой стороны вы заедете на Балхаш, если вы с севера заедете там... Рядом где-то с Алма-Атой есть такие неизвестные озера, где нужно покупаться? Неизвестных озер нет уже. Извините. У вас еще машина. Да, и вопрос в том, что туризм в современном мире, массовый туризм, становится все более и более уродливым, к сожалению, потому что народу становится все больше, очень хорошо это замечать, в тех местах, куда, например, много китайцев приезжает. Это не проблема китайцев, это проблема просто перенаселенности. Очень сложно найти уникальное место, где вы могли выйти на пляж, чтобы там никого не было и просто вам бы никто не мешал. Можно найти рядом... На Балхаши купаться, да? На Балхаши летом отличное купание, на Алаколе даже есть мудийский пляж немножко дальше. Ну, так, отступление. То есть найти такие места все еще можно в Казахстане. А Мухтарма? Я не был на Мухтарме, я, скажем так, природные достопримечательности вне Алматинской области практически не видел. Я был по пути в Джисказган и по пути в Караганду в Бектауате. Это прекрасно. Вот, кстати, там можно покупаться, но это не будет полноценное купание в больших озерах, но там в скальных нишах есть довольно много воды, такие гужи, они особенно в мае хороши, потому что уже прогреваются, а уже в июне они высыхают. Ну, это такие естественные ванны, в которых можно даже поплавать. Про Омни бывали? Я бывал, но это сложно назвать таким осознанным путешествием. Я был в юном возрасте. Я помню, мы гуляли вокруг Зеленды, не в Щучинске, а в Зеленде, и там уже моя страсть к горам каким-то образом проявлялась. Ну, скажем так, поделиться опытом о том, как это было в тот раз, мне сложно. Только какие-то впечатления детские разве что. В Боровом по дикарю очень тяжело отдохнуть. Везде таблички кострюни разводить, везде ходить, шугать. То есть, там только отельный отдых, причем цены как в Турции. Это мы про что говорили? Про Боровое? Про Боровое? Я просто оттуда приехал. Я там жил, вообще. Ну, не совсем так. там определенное озеро есть, где, допустим, масса людей как правило приезжает парк уже к ту месту, допустим, ну, как раз вот что-то такое палаточное, скажем так. Там надо дальше ехать или вообще идти пешком. Массовый туризм становится все более уродливым. Это, к сожалению, минус. Но, с другой стороны, плюс для страны. Я буду очень рад, если к нам сюда, а тут оба туристов начнут однажды приезжать. Этот сайт SkyScan или как называется? SkyScaner. Сканер? Сканер. 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 Скайсканер. Можно записать вон. Записать на институте? Ну, пишите, пожалуйста. А с какими науками лучшие стили базовый лагерь Эвереста? Я, допустим, выше половины подымался. Ну, это дневные трагедии обычные. Ну, скажем так, никогда вы не знаете, как на вас повлияет высота, не поднявшись на эту высоту. То есть, я не был выше 7000, и я поэтому не могу сказать, пойду ли я на Эверест с кислородом или без кислорода. Ну, это я подвожу, потому что даже базовый лагерь до 5000 надо поднять. Сейчас вижу в ОБ там везде такие, предлагают, что трекинг на 10 дней, туда все скажем так, если у вас нет сердечно-сосудистых заболеваний каких-то, явно выраженных, если вы не любитель, не имеете пагубных привычек, если у вас в целом крепкая физическая форма, то вы можете подняться в базовый лагерь без особых проблем. Конечно, будет тяжело, конечно, там может случиться горняшка, вы устанете от переходов под рюкзаком, но можно взять портера и его рюкзаком нагрузить, если вы очень не стали. В любом случае, поход к базовому лагерю Эвереста это вызов с одной стороны, с другой стороны ничего особенного для организма в этом нет, каждый может это сделать. Да и по ходу смотреть, как вы будете себя чувствовать. Если вы поднялись на 4000 и дальше уже идти не можете, зачем мучить тушку, надо разворачиваться и темнись, потому что усталость она на высоте накапливается, плюс любое вирусное заболевание может легко перейти в особо тяжкие формы отек легких, отек возле даже простая простуда может закончиться детальным исходом. надо следить, надо прислушиваться к организму, если будут рядом опытные люди, спрашивать у них совета. Ну и наверное идти в такой трек, если вы первый раз не самостоятельно в компании живут людей, либо гида, либо своих друзей. Вы не знаете какие-нибудь теплые реки, в которых покупаться можно? мы тоже местах пинут. Сейчас зима же. Нет, скучно. Но опять же теплые реки это понятие относительно, теплые натоемы. Я не знаю, я купался зимой в Байкале, я не говорю, что это нужно повторять, но меня все пугали, говорили, все, страшно, это будет жуткий вызов для тебя. Я нырнул, конечно, я себя нагрузил как-то, страшно, выскочил из воды, еще не на берег, думаю, надо бежать, надо спасать свою тушку, а потом я понимаю, что у меня не холодно. И нырнул еще пару раз. Стоящие водоемы, они теплые. Опять же, зависит, в каком регионе это стоячие водоемы. В Казахстане. В Сентябре там очень теплая вода. А там есть места, где прям поплавать? Там провалы, где можно покупаться. Здесь старшая машина просто, куда можно доехать. Машина хорошая. Чем круче джип, тем дольше идти за трактором. Логично, да. Я купался в прогревшихся озерах на большой высоте на 3,5 тысячи метров под пиком Ленина. Там есть довольно крупные водоемы для этой местности, но там в солнечный день вода прогревается, можно на большой высоте купаться. Но это не проточный водоем, как Большой Алматинский озеро. Но просто не успевают прогреться до такой температуры. Хотя вроде тоже стоячий, и солнце там завалит. Везде свои особенности. Скажите, а Вы можете порекомендовать, вот если, допустим, едешь путешествовать, какие-то продукты особенные, которые брать, ну, как бы, какая-то особенность или преимущество есть, что нужно взять с собой, чтобы там пытаться? колбасы. Все зависит от Ваших предпочтений. Я не знаю, мне на завтрак достаточно хлопьев поесть или китайские лапши, да, а кому-то действительно сырокопченая колбаса. Универсальных советов здесь нет. То есть, берите то, что Ваш организм принимает. Любите Вы сладкое, ешьте сладкое на здоровье. Любите Вы жирное, ешьте жирное. Сидите Вы на морковке, кушайте свою морковку. Проблем нет. Главное, чтобы это никак не отражалось на Вашем здоровье. Не надо себя мучить. То есть, берите то, что Вам необходимо, исходя из своего предыдущего опыта. Потому что, я не знаю, допустим, Вы условно не были на 4 тысячах. Я не могу Вам советовать, если Вы вдруг вегетарианка, есть только вегетарианскую еду. Исходя из моего опыта, надо есть что-то более калорийное, действительно, которое будет долго у Вас перевариваться, но при этом давать больший запас энергии. Условно. Из того, что Вы знаете, на собственном опыте проверили, нужно Вам, когда Вы идете на Чимбулак съесть два яблочка, купите два яблочка. Скажите, пожалуйста, вот чтобы палатку купить, это надо на бархолке на плохого качества палатки или надо в хороших местах где-то? Ну, проверенное снаряжение качественно, это гарантия Вашей здоровья в первую очередь. поэтому экономить возможности не стоит. Лучше фирменное, Конечно, конечно. А что это за спальники экономить? Сейчас на рынке есть много всего, то есть, если Вы походите по магазинам Вы увидите, что есть разные бренды, разная ценовая политика и так далее. Можете порекомендовать бренды? Не могу по той причине, что каждый раз все меняется. В прошлом году была линейка хорошая, допустим, у бренда Red Fox, а в этом году вышло что-то лучшее. Поэтому есть люди специализированные, которые знают, что есть у них в магазине, и они Вам все охотно расскажут и покажут и про каждую характеристику того или иного продукта. Я всегда, когда у меня спрашивают, порекомендую что-нибудь. Я говорю, есть хороший магазин тот или иной. Вы приходите туда и задаете специалисту конкретному вопрос. У меня есть хороший мой спальник. Я не могу его рекомендовать, потому что он снят уже с производства. А какие сейчас спальники? Я могу лишь догадываться. Если я захочу купить себе спальник, я так же, как и Лилий, приду в магазин и буду задавать вопросы. Средний вес это как? Рыки на дней 10 временно сколько было? Так не особо. Ни то и ничем его не нагружают. Я думаю, можно вложиться в 10 килограмм. В 10 килограмм? Да. То есть будете на больших высотах половину вещей, которые вы с собой возьмете, вы будете постепенно на себя одевать. Да. Вы будете нести каждый день в рюкзаке спальный мешок, какой-то перекус. потому что начинать обложения не в палатках. Чаще всего. Но есть маршруты, где надо будет с собой палатку. атакуют правильные. Я года 3-4 назад все покинули. Отлично. Все на полтора размера. Больше было. Это все. Я в них пошел. Этим летом я пошел в горы. Низко я начал спускаться. Ну, так. Так, некомфортно. Домой пошел, у меня ногти на милинце творились. А текла нога сильно. Видно, или что? Конечно, бывает. Растет на дарь? Мы меняемся. Ой, не соврать бы вам. То ли раз в 4 года полностью обновляются клетки нашего организма. То ли раз в 12 лет. То есть, то, что у вас было условно 12 лет назад, к вам теперешнему не имеет никакого отношения. То есть, тело меняется. Может быть, там, я не знаю, косолапик начали. Может быть, подвернули ногу или еще что-нибудь до этого. Травма какая-то была. Ботинок мог усохнуть. Если вы долго им не пользовались, или неправильно его эксплуатировали, намочили, поставили на солнце, он высох как попал. Все. Вы потом пользоваться не можете. То есть, за снаряжением надо следить. в идеале пользоваться регулярно. И если вы вдруг долго не пользовались своей обувью, не надо сразу куда-то идти далеко и надолго. Потому что можно об этом действительно пожалеть. Растоптывать? Если они позволяют растоптать себя. Ну, то есть, вы пошли не на 10 часов в поход, а сходите на 2 часа. Проверьте, как это обувь. Она зиму простояла. Просто не ожидал. Я поперся. Это многие не ожидают. Я знаю, это распространенная тема, но всегда хорошо проверить. Достал, дома походил как минимум. Может быть, они уже за зиму так усохли, что в них даже влезли. вверх шел ровно. Ну, смысле, не шляп был. Вниз, когда уже пришел сход вечера. Нет совершенства в этой манерии. И нет универсального ответа, на самом деле. А нельзя газировку пить? Почему? Можно. Можно делать все, что вам нравится. Я перепутал, просто, никто воду делал. Хотя в обычной я взял минералку. Я не знаю. Если у вас организм не принимает минералку, это одно. Но я не слышал никогда, чтобы кто-то запрещал пить минералку или кока-колу. Газировку. Если у меня в детстве был гастрит, у меня газировку запрещали пить. Сейчас я гастритом не страдаю. вы можете посоветовать какие-нибудь дешевые авиалинии вообще, чтобы говорят Будапешт куда-то Визеер. Визеер это? Венгерская авиалиния Визеер летает из Астаны. Там по-моему по 30 тысяч вообще, да? Зависит в какие даты вы будете покупать, с каким количеством багажа путешествовать. Но вот на новогодние даты дешевых билетов там нет. Я еду на месте в Европу с друзьями, с женой и я хотел лететь домой из Будапешта, но цены были такие же как лететь допустим более удобным аэрофлотом, где тебя еще и кормить будут. За такие же деньги мы полетим домой из Риги. Там только по-моему багаж отдельно оплачивается, да? Да, да, да. Ну с лоукостерами такими компаниями как Визеер всегда есть проблема в том, что там никогда не знаешь где они тебе подножку подставят, чтобы взять с тебя больше денег. Они заявляют цену одну, но там есть подводные карты. Нюансы свои. Ну Визеер хорошая. Многие сейчас с удовольствием летают через Будапешт. Будапештский и венгерские пограничники довольно лояльны. Если у вас даже не венгерская шенгенская виза, все равно они без проблем вас пускают на территорию шенгена. Самое длительное ваше одиночное путешествие? Сколько пограни было? Ну прямо одиночно все время. Скажем так, я уезжал из дома на три месяца и по работе и по личным своим делам каким-то в путешествии. Это было четыре года назад. Я начал Турция, Африка, Европа, Непал, Китай. Три месяца не уезжал. А вот например с визами как вы решали? То есть в Африку вы именно куда ездили? Я нет, я был в Уганде. Там виза по прилету. Но опять же вы всегда планируя свое путешествие узнавайте визовую политику тех или иных стран, куда вы отправляетесь. Где-то можно и без визы. Если у вас есть скажем так возможность путешествовать по безвизовым странам, то можно проложить так, что все зависит от того куда вы едете, что вы хотите от этого путешествия. Скажите, у вас нет эмоционального истощения. Я, например, через 10 дней бурных событий уже у меня не могу на новые какие-то объекты смотреть. Это для меня большой вопрос, до сих пор, на который я еще не ответил себе. Что лучше для меня, да, для меня-то я знаю, что все хорошо, с одной стороны. Ну вот, что лучше, когда ты месяц отдыхаешь где-то, да, при этом 11 месяцев пахал, и ты за месяц настолько наелся этих хороших впечатлений, что ты приезжаешь и тебе еще на следующий год до следующего отпуска хватит впечатлений, чтобы вспоминать что-то. А помнишь, это так было, а помнишь, а здесь, а вот акула, а там пограничник, ну и все, и вот у вас в этом, это в голове кипит, всплывает, вы радостно, думаете, как классно, я в следующий раз тоже поеду. Или, как в моем случае, для меня картинки, для меня нет большой разницы, как у меня меняются картинки, что передо мной фантастический водопад, ваши лица, экран компьютера, за которым я тоже довольно много провожу времени, для меня все это довольно свежее, каждая картинка, которая всплывает в моем уме с течением времени, мне сейчас некогда вспоминать то, что происходило в прошлом путешествии, я начинаю это вспоминать только, когда пишу какой-то отчет. И с одной стороны, это тоже проблема, потому что для меня это все слилось в какой-то пусть яркий, но поток. И очень сложно какую-то конкретную эмоцию, какое-то конкретное впечатление выдернуть. Я был на презентации книги вот сейчас моего коллеги Макжана Сагимбаева, он 360 дней на велосипеде катался вокруг мира, да, и когда он писал книгу, редактор у него говорит, вот что ты переживал, когда ты въехал в эту страну или там что-то там пошло не таком. Мне никогда было переживать, я даже вспомнить не могу, я педаль чинил, да. Ну и у меня также, да. То есть, это как образ жизни у тебя? Ну, это образ жизни. С одной стороны, путешествие это неотъемлемая часть моей жизни, с другой стороны, это моя любимая работа, я на этом зарабатываю деньги себе на жизнь. Но, опять же, выбор за вами, что вы хотите от всего этого? Хотите вы эту свежесть переживать и этой свежестью делиться? Это одно, хотите это все как-то для себя, для написания в будущем книги, возможно, то, конечно, стоит там вести дневник и записывать, там, что вы пережили в этот момент. Я тоже веду дневники, сейчас очень просто вести дневники, вы надиктовываете при наличии интернета, да, на мобильный телефон, все, что вы говорите, и он это все переводит в печатную форму очень удобно. Скажите, вот из 50 стран куда бы вы посоветовали съездить, какие самые яркие впечатления? Ну, для меня все больше и больше привлекательности обрастает Китай, несмотря на все сложности пребывания там, получения визы, но это удивительная страна. В чем удивитель? Во всем. В смысле, в ландшафт или там, Люди, ландшафт, культура, забота государства о народе, инфраструктура, да все, что угодно. Я не идеализирую Китай, я знаю, что в нем очень много проблем, я знаю, что очень много подводных течений, но как турист, я туда готов ездить каждый год и проводить там месяц больше. Мне очень нравится. там английский или? С английским там все плохо. Но опять же, как вы себя чувствуете, да, если вам нужно какое-то общение, вы всегда найдете с кем пообщаться. Если вам достаточно просто ходить, собирать какую-то информацию, наслаждаться, фотографировать, вам может это общение и не надо. Ну, а купить еду вы и на пальцах можете объяснить. Сможете, если захотите, это не проблема. Английский надо знать, но в некоторых местах мира Вы знаете английский? Абсолютно бесполезен. Да, я хорошо говорю английский. Мой английский беден, но быстрый. То есть, я изворотлив. Я немного говорю по-испански. Обучение в советской школе казахскому языку тоже, как ни парадоксально, не прошло даром. мне сложно на нем изъяснять, излагать свои мысли, но на слух я воспринимаю. То есть, я могу спокойно понять, ну, там, плюс-минус, даже в Китае, когда мне уйгурно, в уйгурском будет что-то говорить, потому что это языки одного, одной языковой группы. Скажите, пожалуйста, исходя из опыта, как лучше ездить одному, там, с двумя, с тремя хорошими друзьями или там компания человек 8-12? Все зависит, в какой отдых вы отправляетесь, что вам надо от путешествий. Вы отсюда прыгаете. Ну, не знаю, удовольствие получить, чтобы комфортно было. Кому-то удовольствие лежать на матрасе, да, а кому-то в горы ходить. Это такая тема неоднозначна. Вы где больше ездите или у вас есть такие друзья, с которыми вы постоянно... У меня тоже такая ситуация, потому что я много путешествую, у меня много друзей по всему миру. То есть, если мне нужно будет с кем-то провести время, я обязательно найду этого человека и у меня обязательно будет хорошая компания. В этом смысле я везунчик. Да, но опять же, везение штука эфемерная. Если вы встречаете человека, он делает вам что-то хорошее, вы остаетесь друзьями, но вы потом не поддерживаете эту связь, вы считаете, что вы человека встретили и забыли его. и он вас так же задал. Поэтому все эти связи, которые возникают во время путешествий, надо хранить, хранить бережно, по возможности культивировать. Если вы хотите поехать в это место еще раз, или вы хотите с этим человеком встретиться на нейтральной территории, или более того, если вы хотите, чтобы этот человек приехал однажды в ваш родной город, и вы его приняли, как он принимал вас там. Эти надо вещи хранить. Ну, если говорить о каком-то отдыхе, когда вы покупаете тур, опять же, если вы едете с семьей, это одно, если вы ездите с друзьями, это другое, если вы едете с любимым человеком, это третье, ну, если большими группами путешествовать где-то, для меня это менее удобно, потому что в Китае вы, допустим, там ездили на месяц, вы один ездили? Я две недели ездил в группе из 16 человек, это было организованное путешествие, организовано мной, и с одной стороны там все были плюс-минус свои, ну, которых я знал по интернету, переписке, ну, друг друга, друг товарища, ну, неважно, были люди, которых я очень хорошо знал, ну, и все равно это было непросто, до этого два года назад мы ехали, просто не всегда комфортно, конечно, не всегда, но выходить из зоны комфорта это нормально, и когда вы едете в путешествие, вы можете испытывать комфорт в палатке, а вы можете не испытывать комфорт в пятизвездочном отеле, потому что вам что-то все пошло не так, даже банально, у вас заболела голова, вы не можете это каким-то образом контролировать, даже самые прекрасные картинки, которые вас окружают, вам будут вот здесь, все зависит от вас, от вашего взгляда, я повторюсь, надо быть готовым ко всему и воспринимать это все, стараться легко, насколько это возможно, насколько хорошо у вас это получается. скажите еще такой вопрос, для того, чтобы путешествовать, нужна хорошая физическая форма, вы ее как-то поддерживаете, потому что это все равно на самом деле выход из соны комфорта. Форма физическая хорошая не только для путешествий, я вот сейчас пытаюсь следить за осанкой, у меня это получается последние... Вы спортом занимаетесь? Ну, я был в сборной Казахстана по альпинизму. А, понятно. То есть, я знаю, что такое следить за физической формой, но в любом случае в здоровом теле здоровый дух, надо здоровьем заниматься, там нравится даже те же музеи обойти, это столько сил надо, как у меня мама, вот к сожалению, вынуждена выиграть сейчас только пляжный отдых, потому что она не может ходить, у нее суставы болят, ну и что ты с этим сделаешь, там 75 лет суставы не поменяешь, здоровье вернешь, наслаждаются тем, что имеют. Была у родственников в Германии, очень сокрушалась, что не может подняться к какому-то замку, просто не позволить. Ну, а пока мы молодые, все в наших руках, мы можем любую болячку, если она не катастрофическая, поправить и свою форму привести. А вы обычно берете автомобиль на проезд или ездите на местном транспорте? У меня есть автомобильные права, но за границей я ни разу не арендовал автомобиль. Ну, то есть, я платил деньги за то, чтобы меня по некоторым маршрутам возили на автомобиль. Ну, сам не возил. Ну, или кто-то... Местным транспортом пользуетесь, да? Местным легко, охотно пользуетесь. Иногда даже вспоминая опыт 20-летней давности автостопом катать. А вы используете местную карту или GPS или что, чтобы там сориентироваться? Когда-то я покупал, приезжая в город, в какой-то регион, местную карту, в туристическом бюро. Сейчас есть приложение в вашем телефоне, оффлайновый, для меня самое удобное, Maps.me. вы можете загрузить любую карту любой страны. Где-то это будет более полная информация, где-то будет менее полная. Сейчас с информацией вообще проблем нет. Надо только знать, где искать. Да, Maps.me, приложение на телефон устанавливаете и скачиваете страну, куда вы едете. И все. До этого вы можете в гугле поковыряться, поискать. Начинающему путешественнику что бы посоветовать? Какие страны? Время все страны нижайшего зарубежья, Киргизия, Дыкстан, Грузия, как же может быть Россия? Ну, более, так скажем, чтобы была мечь прозрачена с языковым барьером мечь. Для нас, жителей постсоветского пространства, естественно, страны, такие, как вы перечислили, они более предпочтительны. Логистика легкая, люди одного плюс-минус менталитета языкового барьера практически не существует. Хотя, допустим, в Грузии вы с молодежью по-русски не сможете зачастую общаться. Они уже не говорят по-русски. Они не говорят по-русски? Потому что им это не надо. Они, как тянущиеся в Европу, учат больше обновленности. Английский язык это не проблема. Но впечатлений будет меньше. Тем, если куда-нибудь распредел в Айланд. Ну, я не думаю. Все зависит от... все плюс-минус одно и то же как по-русски. Допустим, если в Россию поехать, то же те же самые русские. при всей кажущейся похожести очень много всего разного. Вопрос, что вы хотите. Если вы хотите приехать и наслаждаться экскурсиями на выходе из отеля это одно. И, естественно, картинки тропического рая будут отличаться от скудных степей Монголии. Хотя смысл будет тот же самый. Вы там выходите из палаточной и вас куда-то везут в далекий монастырь. Смысл один и тот же. Просто картинки раз. И опять же, что вам? У меня есть куча друзей, которые только в горы ходят. Им не нужно никакие тропики. И для них горы это самый лучший пейзаж в России. Я не знаю, для кого-то поехать поесть грузинскую кухню это то, что надо. А морепродукты в Таиланде они на дух не переносят. Это все очень индивидуально. Если говорить о доступности, то да, Киргизия она под боком, похожая культура, прекрасные ландшафты. К сожалению, становится путешествия там все дороже и дороже. это раньше можно было поехать на выдох горы. Горы озера Иссыкуля есть прекрасные. Разнообразные. Это не только отдых в Чулпанате. Если вы поедете на южный берег Иссыкуля там такие ландшафты, такие ущелья. Там богатая история, в том числе и буддийская, если вы не знаете. А вот у вас тут по Китаю там просто выпадали получать или я так смотрю, что это монастыри? Да, это первая часть была, ну, скажем так, исследовательская. Мы знали, у нас была нитка маршрутом, но мы не знали, что мы там в конечном итоге увидим и найдем. Мы искали конкретные монастыри, конкретной буддийской традиции, которая называется кормакат. Мы все, что хотели и даже больше нашли. И еще как это будет? Конечно, на будущий год будет другой маршрут по Китаю, наверное, в то же время, в октябре. Мы начнем из Пекина, проедем горы Утайшань, это одно из самых главных буддийских мест в китайском буддизме, очень живописно и очень значимо и закончим, наверное, в районе Сианя, дней на 10 будет такой. можно прилететь в Пекин и улететь домой из Сианя. не, 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 там альпинизма никакого нет. То есть, вот мы здесь, видите, там ледники какие-то, прекрасные горы на границе Тибета и провинции Юнань, называется Кава-Карпо, вот как раз гридра на рассвете. Они более того не покоренные все эти вершины. Те экспедиции, которые были организованы, это вот река Миконг в верхнем течении, они все закончились в той или иной степени с летальным исходом. Вот. Но на подходе к этим горам национальный парк, где вообще тропинки они просто в таком идеальном состоянии. В Швейцарии таких тропинок вы легко, при хорошей погоде подниметесь до высоты 4000 метров с отличной инфраструктурой. За это придется платить, конечно, потому что входы в национальный парк в Китае дороги, но они не делают разницы ни между своими гражданами, ни между туристами. Для всех цена одинаковая, а не так, как в наших полкулассовских странах. В России это у нас, да, иностранец приходит, платит в 10 раз больше за билет в национальный музей Турдом. Не знаю, я платил... Местных, когда в Петербург туда ездили, там спрашивали, что листы не станут? Ну, не знаю, как это было. Потому что в Эрмитаж я платил как иностранец. При наличии казахского... Скажите, пожалуйста, а вы останавливаетесь в хостелах, там, в каких-то отелях или в съемных квартирах? Какие варианты? Или... Использую все варианты. Когда у меня есть деньги лишние, я нечуваюсь остановки в очень хороших отелях. Вот. Когда мне нужно ночевать в хостеле, я спокойно ночую в хостеле. Когда у меня есть друг, знакомый, сват, я не знаю, кто угодно в этом городе, я с удовольствием еду и провожу время в его квартире. Не важно, в каком состояние. Я хотел об этом сказать. Для меня сейчас, конечно, важны все эти новые места, новая информация, да, потому что обрабатывая новую информацию, мы отчасти развиваемся, у нас мозг не заставился, ум более подвижный. Но, если говорить в целом о путешествиях, для меня важны люди, в большей степени которых я встречаю. Для меня гораздо более важно общение с людьми. Пусть оно примитивно. Помню, я был в Чили, мы приехали менять колесо, потому что мы... В смысле, ваши сопутствующие люди или любые, любые, та культура, которую новую, людей, которые мы встречаем? конечно, отправляясь в путешествие с кем-то заранее, наверное, лучше знать уже человека, да, хотя бы представлениями. Не просто я встретил, а поехали, вот сейчас в Бишкент по путешествиям, да, он говорит, поехали, кто он, что он, да, непонятно. Но гипотетически это можно сделать, познакомиться с кем-то на улице и куда-то поехать. Допустим, знаю историю, группа Кимно такая питерская была, всем известно, человек, описано в книге басиста этой группы, человек вышел за пивом в сланцах из трехлитровой банки и пропал на два месяца. Через два месяца вернулся в сланцах с трехлитровой банкой полное пиво, говорит, вот я сходил за пивом. Оказалось, вышел на улицу, с кем-то начал разговаривать, ему кто-то говорит, а поехали в Крым автостопом, он говорит, а поехали. Просто взял и сорвался человек, два месяца. Можно и так. Но в целом, да, если вы знаете человека, всегда можно хотя бы предполагать, что от него ожидать. А я хочу сказать о самом простом общении, которое может быть. Я помню, мы были в Чили, спустились менять колесо, потому что в пустыне мы его пробили. На шиномонтажке работали нормальные, простые, чилийские мужики. Знание их английского было нулевым, мое знание испанского было чуть больше, чем нулевое. Ну и в итоге в мужской компании разговор свелся к женщине. А бабы-то в деревне есть? Ну есть. Ну и все поржали, посмеялись. Я все это потом записывал в дневник и потом где-то опубликовал на какой-то блог-платформе и нашелся комментатор. Говорит, вот люди, у которых куча бабла могут себе позволить поехать в Чили путешествовать. Они, представляя нашу великую родину Казахстан, разговаривают о таком низменном с этими представителями иной культуры. А где в своемотмен? А где благие цели? А где кто? Я ему пишу. Молодой человек, а вот неважно, кто это был, просто буковки на экране. Вы что думаете? Мне надо было с ним начинать разговаривать о глубоком экзистенционализме в трудах русского философа Мобардашвили или там о чем-то подобном рассуждать? Поэтому даже самое простое общение, но создающее приятное впечатление для меня гораздо более важно, чем какие-то великие цели, первое открывание и так далее. Я был, я стал первым казахстанцем на самом высоком вулкане на земле в 2012 году как раз в Чили я поднялся на этот вулкан. Что мне, орден Сультулова за это дать? Скажите, а у вас не бывает перенасыщения, что уже тошнит в большинстве? Иногда у меня по работе очень много переездов и я говорю мне нужен отпуск. Говорят, криви душе, ты был там, ты был там, ты был там. Но я был на работе, извините. Иногда бывает, бывает, иногда я очень хочу домой, влюблю, к жене влюблю. Можешь спросить, чем вы занимаетесь в этом фрилансе? Я горный гид, моя работа горный гид. Плюс я пишу статьи для Forbes казахстанского, но это как бы не работа, это просто потому, что надо писать. Я фотографирую, пытаюсь на этом зарабатывать немножко. В основном это гайдинг, слово гидство по-русски не очень звучит. У вас же есть на фейсбуке, можно подружиться, и у вас, наверное, там есть информация про ваше путешествие, да? Ну, там есть... фейсбук это такая вещь, она, скажем так, как большая помойка с одной стороны, очень сложно там найти, но если вы за лентой будете следить, там всегда в ленте возникают те публикации о моих прошлых путешествиях, которые я описываю, это самый большой контент, который я выдаю в фейсбуке. Ну, и анонсы следующих путешествий тоже всегда бывают. Но у меня есть веб-сайты, где они конкретно посвящены турам в Тибет или в Гималайске. Вы были в Тибете, да? Я был. Да, много раз. А, вот сейчас фотографии вы видите из Тибет. А, это Тибет. Это Тибет, да. Это самый большой ретритный центр, медитационный центр в мире называется Яченгар. У него в основном монахини. Десять тысяч монахин занимаются регулярно и каждодневной практикой живут в очень суровых условиях в таких маленьких хижинах. Вот эти все маленькие хижины. А вы сами в духовных практиках участвуете? Участвую. Делаете? Ну, для меня это такая же часть жизни, как ходить в город. Ну, скажем так. А в какой буддизме там? Да, я буддист. Я буддист, я каждый день медитирую. Но я не нужно быть монахом, чтобы быть буддистом. Достаточно просто делать какие-то... практики довольно простые с правильной мотивацией. Надо понимать, зачем вы вообще чем угодно занимаетесь. Если вы четко знаете, зачем вы делаете то или иное. у нас есть в Алматы центр буддизма, который там, не знаю, все собираются? Есть, но там собираются далеко не все, потому что буддисты они разные. я такой буддист, я есть сякой буддист. Если вы поедете, допустим, в Тибет, вы увидите буддизм совершенно отличающийся от буддизма, который есть на Ционе или который есть в Трилане. Буддийский центр есть и, по-моему, не один. Есть традиционные корейские буддисты, и вон буддисты. Где-то у них там на Луганском, по-моему, дом молитвы. Я не знаю, как у корейцев. Там же Кистани были? Был. Я был на пике Корженевской. Центральный по миру. Я хотел еще на пик коммунизма пойти, но что-то как-то... Небольшая травма была и не было подходящей компании. То есть, та гарана, которую надо идти с проверенными людьми. А в Тибет же был не китайский еще? Нет, не надо никаких отдельных виз. Тибет настолько огромен, что половина его посещается без специальных разрешений восточный Тибет, как сейчас. На поезде можно приехать. Если вы хотите поехать в Алхасу и в Центральный Тибет, вам надо получить для начала китайскую визу, оплатить турбутевку. Только после этого вам дают разрешение на въезд на территорию Центрального Тибета. Ну, я-то не хотел попросить? Да. Да. к вам прикрепляют гида, вам дают автотранспорт, потому что расстояние огромное, путешествовать на фокусах там невозможно. Я делал именно так, да. То есть меня в Центральный Тибет тоже не пускают за красивые глаза просто так. Я также должен платить за все, и это влияет на стоимость тура, но в Тибет не бывает дешевых туров. Если говорить о цене, не говоря о визе, которая сейчас каких-то космических квадратных денег стоит, то надо закладывать со всеми билетами на две недели в Центральном Тибете 3000 долларов. Дешевле к сожалению не получится. Скажите, пожалуйста, а вот вы в Китай ездили, там уровень счастья у людей выше, чем у казахстанцев там или? Или вообще вот менталитет и вы были в 50 странах. Есть такие более страны, в которых люди более такие гармоничные и счастливые? Я сам их скажем так целостных, счастливых людей, несмотря на бедность страны встречал в Непале. Для меня они были самые такие, которые люди в себе. В Таиланде люди. У них все хорошо, надо ему тащить на себе 80 килограмм в город. Тащить, жизнь такая, что грустить по этому поводу. Есть у него деньги, тратят деньги тоже. В Китае просто многие в счастье вкладывают каждый свои понятия. для кого-то счастье это долголетие и здоровье, а для кого-то счастье это счастье его близких. Для кого-то счастье избавиться от своих личных страданий, для кого-то счастье поделиться своим потенциалом, просто помочь другим в этом счастье. Если дословно счастье это быть здесь и сейчас. Когда вы здесь и сейчас без копания в этой привычной помойке, которая у вас в мозгу происходит, все эти воспоминания, планы на будущее, а вот я мог бы сделать так, а тогда было так, о, мне надо сделать то, а вам в это время надо банально со своим любимым человеком говорить о любимом, я не знаю, да, сексом надо хорошо с любимым человеком заниматься, а вы в это время думаете о своей работе. И вы не здесь и сейчас, хотя здесь и сейчас гораздо более увлекательные вещи происходят. Но это такая привычка уме и с ней можно работать, это все можно исправлять, подправлять. Ну и вопрос, вот для меня быть здесь сейчас это самое большое счастье. И когда я здесь и сейчас, вот как я сейчас здесь, как мне кажется, я максимально полезен вам. Если бы я сейчас сидел там и начал в смартфоне копаться, где я здесь и сейчас? Вдруг мне кто-то написал мне сколько надо, я про вас забыл. Не вам польза, я лицо потеряю, и не в моменте. Вы вегетарианцы или месоедцы? Совершенно не вегетарианцы. Более того, если бы, допустим, все тибетские буддисты должны были быть вегетарианцами, потому что многие думают, что буддизм это обязательно вегетарианство, то тибетцам в то еще время, когда они становились буддистами, пришлось бы есть камни. Они месоеды? Месоеды. Вот так в общем, так и нет. А часто ли у вас случалось так, что, допустим, то, что вы ожидали, реальность не превзошла ожидания от страны вегетарианцы? Да, это происходит довольно часто, но по той причине, что я ленив, и я мало собираю информацию о стране. И я приезжаю, когда что-нибудь встречаю интересное, действительно, и это часто не запланированное, я такой, да ладно, вот так вот. В каком-то плане, да. С другой стороны, много подводных камней может случиться. Ты приезжаешь, ты думал, что вот здесь вот так, 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 а потом поезд отменили, самолеты не летают, ну, что-нибудь, касаемо погоды, деньги кончились, там, еще что-то, и мы такие, оп, оп, и что, все, закончилось путешествие? Нет, мы вышли, пошли там, я не знаю, вот мы с Витей были, прекрасный пример, Витя был два года назад в нашем туре по центральному Тибету, мы прилетели в Урунчи, ничего не предвещало беды, и потом, аааа, самолет на полосе вот так разворачивало, буря песчаная, коллапс, огромный аэропорт, никто улететь не может, все, мы на два дня застряли в Урунчи, что я знал от Урунчи? Да ничего я не знал, я даже не планировал там из аэропорта выходить, по большому счету, но мы нагулялись, мы наелись фруктов, мы купили вина прекрасную, посмотрели то, все, сходили к уйгурам в настоящую уйгурскую кафешку, поели прекрасного шашлыка, и у меня такие хорошие впечатления, не запланированные от Урунчи, более того, история продолжилась, потому что мы прилетели в Чинду, столицу Сычуани, и наша группа вся улетела, потому что, согласно расписанию, они должны по бумажке, по пермиту влететь в конкретный день, в Улхасу, да, и вот они с этой бумажки улетели, и эта бумажка в Тибете, а нас без этой бумажки на другой самолет посадить не могут, поэтому бумажку надо прислать обратно из Тибета, в Чинду, мы приезжаем, все, нам говорят, да, да, вот вы сейчас день здесь проведете, ну, не запланировано, что делать, завтра бумажка прилетит, мы такие, да, пошли, посмотрели, Чингу, тоже новый для нас город, вечером нам, а, нет, на следующем, блин, как же это было, ну, короче, нам говорят, что, извините, бумажки не прилетели, потому что, рейс, на который человек должен был привезти бумажку, отменили, я не знаю, какие причины, в общем, бумажки нет, и мы опять застряли на два дня в этом Чинду, ну, что делать, пошли, Витя знает, как купить хороший чай, знает все эти китайские названия, там, красный, шуйсянь, хонча, вот это, зашли, был китайчонок, нормальный пацан, который, там, через переводчик нам все объяснял, ему два часа выбирали чай, купили там, по мелочи, ну, так хорошо время провели, ну, скажите, а супруга вас поддерживает в ваших путешествиях? Ну, да, сейчас, мы на месяц едем вместе путешествовать, это будет автобусный тур, мы начнем из Калининграда, поедем через Польшу, Германию, до Копенгагена, из Копенгагена опять через Германию, едем в Австрию, Новый год, встретим в Словакию, в Словакию, поедем в Польшу, из Польши в Латвию, в Литву, потом в Латвию, и уже полетим домой. Ну, такой был тур. Да, жена меня поддерживает. Другой вопрос, что она не понимает, зачем люди вообще в горы ходят, поэтому она с одной в горы редко ходит. А вы на лыжах катаетесь? Мне быстро надоедает, ну да, я умею кататься на горных лыжах. Что? Тянет с колоной. Я уже облазил все, что хотел облазить. То есть, у меня как бы спортивный интерес к горам пропал. Я, конечно, могу себя замотивировать и пробежать тот или иной маршрут, но сейчас вот просто потому, что мне цен на время, я понимаю, сколько я времени на работу, на свою офисную работу трачу, потому что я очень много времени за компьютером провожу, когда я дом. Ну и для меня, если я один, предпочтительно быстро и далеко сбегать и вернуться за это короткое время и посмотреть все и выложиться. Но я не против и медленно прогуляться там с кем-нибудь за короткую дистанцию. Прекрасно, но сейчас я специально... Я не люблю тяжелые рюкзаки, поэтому я в альпинизме любил его спортивность, потому что надо было быстро сбегать, спуститься вниз. У меня один раз был опыт, который до сих пор, вот как яркие картинки существуют. Утро, 2001 год, мы на леднике Северный Ильичек, перед нами трехкилометровая стена пика Хантенгри, мы как работники лагеря с ледорубами, с киркой ломаем лед на леднике, чтобы его погрузить в вертолет, его увезти на зеленку, в другой лагерь, уже там гораздо ниже, чтобы этот лед использовался в холодильнике. И вот мы этот лед долбим, это наш последний день на леднике, проходит 12 часов, я у гостиницы Казахстан на фонтане с пивом сижу, и это совершенно другой мир. Я три недели ходил в горах, не снимая обуви, ботинок вот таких, я успел за эти 12 часов колоть лед, лететь на вертолете, босиком бегать по Эдельвейсовым полям, ехать через весь регион, потом наслаждаться пивом в компании алматинских друзей, которых я вообще никакого отношения не ехать. Что? Ну, как-нибудь самуется, иногда холодной водой, иногда вот ты вышел из лагеря, когда точно ты знаешь, что у тебя нет горячей воды, у тебя есть там салфетки влажные, сколько проблем-то нет? Ну, как? Зона комфорта у всех своя. Скажите, на Балхаши там надо дикий отдых или там есть дома отдыха? Можно дикий, можно дома отдыха, база отдыха есть. А там теплая вода? Прекрасная вода, теплая. Летом, фантастический пляж. Там голый берег или там лес? Нет, там Саксоук в лучшем случае, если его не вырубили. А там жара дикая или там нормальная? Нет, там жара в Средней Азии везде. На солнце. А туда в какой период лучше поехать? Ну, лет. Ну, в смысле не в августе, наверное. Ну, и в августе. Ну, я не вижу большой разницы, в принципе. Ну, на Элит, допустим, в мае лучше. Ну, на Элит, опять же, зачем вы туда ездите? Если вы хотите в Элит купаться, то надо ехать в сентябре. Если хотите лазить по скалам, надо ехать апрель, май, начало мая в лучшем случае. Если хотите рыбачить, то можно и круглый год ездить. Все зависит от того, что вы хотите оттуда. Ищите информацию, используйте ее, источников много, заходите на форумы, задавайте вопросы. Вы сами готовите путешествия? Что? Сами готовите путешествия? Ну, я как горный гид, я кормлю своих клиентов очень часто. Ну, опять же, что я там готовлю? Могу там колбаски нарубить, бутылочку вина на вечер припасти из рюкзака достать. Казанки два. Все что угодно. Ясно. Ну, что, наверное, будем закругляться. Спасибо вам за интересные вопросы, за то, что я мог с вами поделиться своим скромным опытом. Пожалуйста, путешествуйте. Не забывайте о том, что ваши путешествия в любом случае приносят пользу как минимум вам и как максимум вашим окружающим. У вас визитки есть? Визитки. Андрей Алмазов в фейсбуке вы меня найдете. Вот. Спасибо. И будьте счастливы. Спасибо. Спасибо.